Добрый день, мои дорогие! Это изо студии имени Виктора Алексеевича Степашкина Вишнякова Татьяна Виктора. Сегодня я хочу попробовать написать реплику на чудесную акварель Врубеля «Роза в стакане». Эта техника она такая достаточно своеобразная, то есть если вы вспомните вообще в целом творчество Врубеля, то его рисунки, его графика, его полотна, они очень такие экспрессивные, динамичные. Они где-то на грани реализма и декоративно-прикладного искусства. И в данном случае его небольшая акварель «Роза в стакане» является именно примером такой очень самобытной, экспрессивной акварельной живописи, буквально на грани реализма и декоративно-прикладного искусства, то есть как будто бы некое взаимопроникновение жанров один в другой. И в данном мастер-классе я хочу попробовать разобрать вот эти аспекты взаимопроникновения одного жанра искусства, то есть реалистичной акварели и ее смешения с приемами именно декоративно-прикладного творчества. В чем это выражается? Прежде всего в том, что если внимательно смотреться в эту розу, то помимо очень таких свежих, изящных, легких мазков акварели. В рубль также отдельные детали, отдельные тени на этом чудесном утреннем цветке. он их подчеркивает явно какими-то графическими материалами, то есть какими-то, может быть, карандашиками пастельными, может быть, карандашиками акварельными. Вот. И это создает очень такой красивый летящий стиль, присущий только этому художнику. Смотрите, в данной композиции у меня не стоит задача, как бы, такого слепого копирования натуры. И это, в принципе, и невозможно. Вот. Потому что роза написана, как бы, настолько легко, экспрессивно, что эту эмоциональность, как бы, схватить, подхватить очень трудно. Вот. Тем более, как бы, с небольшого телефона, скажем, в домашних условиях. Вот. То есть это практически задача невыполнимая. Вот. Так что это будет такое весьма условное приближение к оригиналу. И в данной работе я себе ставлю задачу именно попробовать передать такое же ощущение свежести, аромата цветка, такого легкого, спокойного, такого, я бы даже назвала, северного утра. Потому что колористика этой композиции, она очень такая мягкая и сдержанная. Ещё что бы я посоветовала при копировании любой работы всем нашим студийцам, ученикам. Значит, вот, я скачала три источника этой розы. Вот. Видите, насколько они разные. То есть, когда вы пишете реплику на какую-то картину, обязательно ориентируйтесь не на один источник. Не на один источник. Вот. Потому что, естественно, гаджеты, интернеты, они всё равно как бы не могут передать точную колористику той работы, которую вы копируете. Вот. Соответственно, значит, вот смотрите, я пока вам рассказывала, лёгкими движениями карандаша. Сначала обрисовала цветок по обрису. Вот. И... Смотрите, я немножко композицию передвигаю относительно оригинала. Вот. И я, возможно, сделаю только фрагмент стакана и вот этой тёмно-зелёной зелени. Потому что мне интересно как художнику более покопаться в самом соцветии. Как оно сделано, как оно написано, как оно нарисовано. Вот. Посмотрите, на следующей картинке, которую явно специально усиливали и фотошопили, да. Вот, посмотрите, здесь чётко видны некие линии, некие графические штрихи, да. Вот на этой розе. Они как бы в оригинале, они едва заметны, да. Но вот этот вот усиленный вариант позволяет мне точнее увидеть вот эти вот детали, да. Детали графики, которую применял в рубе. И, естественно, я этот вариант сильно утрированный, я его не буду брать как основу по цвету. Но основу по графике здесь рассмотреть как раз вполне можно. Вот. Еще я хотела бы обратить такое внимание. То есть я в интернете видела несколько реплик на эту работу, да. Вот. И постарайтесь, например, некоторые начинающие художники, да. Вот они, например, вот эти вот листочки зачем-то превращали в какие-то, я не знаю, там напоминающие осоку листики. Значит, ни в коем случае этого нельзя делать, потому что осока это осока, листья розы это как бы своя история. Вот. И нужно, чтобы у нас из розы начинали торчать, грубо говоря, да, листочки осоки. Это как-то немножко нелогично. Вот. И как бы наметанный глаз сразу, ну, вот эти вот моменты такие не очень логичные, да, он их видит, то есть он их улавливает. Значит, смотрите, в данной работе у меня, конечно, композиция получилась не идеальная, но это просто потому что я работаю на маленьком А5 формате. Вот. И как бы я вообще очень не люблю мельчить. Так, ну, значит, мы возвращаемся к нашему соцветию. Значит, сейчас я здесь вот чуть поточнее, чуть поточнее хочу прописать вот этот вот крайний абрис, то есть крайнюю форму цветка. Вот. Вот. Потому что чем он будет чутьче и схож, более схож с оригиналом, тем мне просто потом будет легче работать. Я не буду как бы запутываться в этих деталях. Значит, посмотрите, лепестки розы я рисую. Вот. Я рисую. Вот. Основные как бы углы, посмотрите, вот преломления этих лепестков, да, то есть, как такие некие, некие четкие скальные разрезы. Вот. 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 Это очень сильно упрощает работу, то есть, когда ты вырисовываешь, скажем, вот такие четкие сегменты тени и четкие сегменты света. Чтобы нам с вами потом самим же, ну, мягко говоря, не запутаться во всем этом. Вот. Я, наверное, специально сфотографирую вот эту вот промежуточную работу в карандаше. Ее сделаю, как обычно, присоединенным файлом. Вот. Может быть, это кому-то пригодится. Хотя, конечно, ну, вот по моим ощущениям, я не думаю, что в Рубеле так прямо скрупулезно, знаете, выписывал, вырисовывал карандашом эту розу. Вот. Мне кажется, что он работал практически, не знаю, сразу красками, наверное. Вот. Потому что, ну, у него же, у него не стояла задачи реплики, да. Вот. Опять же, вот здесь вот в светлых местах я вот эти формы преломлений лепестков, видите, я их как бы упрощаю, чтобы мне потом самой не запутаться. То есть треугольник света, треугольник тени, треугольник света, треугольник тени. А вот я давно хотела, знаете, сделать реплику с этой работы. Я впервые увидела эту розу. А еще, будучи подростком, она была опубликована в книгах серии «История изобразительных искусств», второй класс. Можно приступать к дальнейшей работе. Значит, посмотрите, я сфотографировала, собственно, карандаш, ну, который достаточно яркий, который есть сейчас. Значит, смотрите, акварель я уже разбавила водичкой. Кюветы размокают. Вот. Я просто эту информацию повторяю для тех художников, которые у нас впервые на канале перед работой. Кюветы, чистой водичкой, кюветы, акварели обязательно размачиваются. Акварель у меня самая обычная. Санет, ваталах, ватаркова. Вот. Кисти тоже самое. Самые обычные. Я буду использовать белку-шестерочку. Для декоративной окантовки кованок двоечку. И, возможно, белочку номер два. Вот эта кисть уже, она очень хорошая моя, любимая, но она великовата для пятого формата. А также, смотрите, так как у нас все-таки идет отсылка к графике, скорее всего, скорее всего, вот у меня есть три карандаша пастельных. Смотрите, это темно-серый, а светло-розовый, чайная роза. И вот такой вот более насыщенный цвет пыльной розы. Они по аббревиатуре, сейчас я вам скажу, какие они. Вот. П-180, П-210, Дорфенд пастель. Вот. Но, смотрите, я их использую только в самом конце. И подчеркнуть какие-то отдельные детали и моменты для того, чтобы акварели придать определенную декоративность. Так, ну, поехали. Так, значит, у нас красочки размочены. Кисточки я пока подкладываю. Начинаем прописку совершенно традиционно. Начинаем ее с серебристого фона. Значит, вспоминаем, да, что в акварели мы белый цвет стараемся не использовать, потому что живопись замутняет достаточно сильно. Вот. И я думаю, что здесь очень сильно разбавленной водой я беру черный с фиолетовым. Вот. Для меня тряпочка обязательно в использовании акварелью, потому что, когда от кисти образуется капелька, но не всегда это нужно. Каждый человек пишет, работает акварелью Но как-то все равно по-своему Тут невозможно дать каких-то универсальных рецептов, рекомендаций Живопись акварелью мне больше всего напоминает сложение стихов Как можно кого-то научить писать стихи? Это невозможно Это как дыхание У кого-то дыхание более частое, прерывистое У кого-то более глубокое Соответственно У того же самого Андрей Яки Или мне очень нравится акварелист Людмила Лунс Можно только подсмотреть основы А далее любая работа акварелью Это все равно очень личный процесс Он очень эмоциональный Не надо стремиться быть ни на кого похожим Просто возьмите основы И рисуйте А здесь все равно И рисуйте Продолжение следует... Ут 7完全 не резARE вот и я значит замешиваю совсем немножко черного очень много воды фиолетовый и синий фц голубой фц вот здесь когда пишем фоновку это наверное уместно там и для натюрмортов долго не ищите цвет потому что акварель особенно когда тепло или лето или вы работаете на улице она очень быстро высыхает и лучше долго не мусолить палитру прямо ведете кисточкой так вниз вниз а потом кое-где где захочется просто можно немножко усилить тон оттенок вот и еще раз повторюсь не пытайтесь там очень важно найти как бы свой шаг свой ритм совсем не нужно быть стараться на кого-то похожим вот это профессиональным художникам копиистам важно как бы вот действительно скрупулезно там по микронам по квадратам это все как-то вот осознавать и переносить а у нас не стоит такой задачи ну вот собственно фоновка готова сейчас вот оригинале вот здесь вот видите у врубили немножко роза как бы она подчеркнута тенями вот я сейчас пытаюсь сделать такой же эффект то есть немножечко усилить вот здесь вот границы фона оттенком более такого насыщенного серого вот как-то так если мне какая-то капелька не нравится то вот кончика и кисти белочки вытираете об этой тряпочкой и эта капелька она прям уходит очень удобно вот так вот и можно вот а и и вот и вы дальше наверно знаете немножко коснемся стаканчика я замешала зеленый травянистый и такой фиолетовый баклажан сильно разбавила водой сейчас мы немножко пропишем стакан зеленого то есть так как в воде там всегда отражаются это зеленые листочки что такое вот мы как раз тоже это сделаем в рубеля вот насколько я смотрю на оригинале этот зеленый он очень такой он очень такой приглушенный то есть он ни в коем случае не открытый он такой какой-то землистый селеноватый мы сейчас вот этот тон и попробуем прописать вот значит на оригинале у рубеля этот вот зеленый тон он такой достаточно интенсивный насыщенный мы собственно и вот такие мои попробуем изобразить но не сразу скорее всего пойдем в две лисеровки то есть вот сейчас я нанесла одну лисеровку вот и вторая значит у нас пойдет второй как бы пропиской вторым слоем так что то мне вот не нравится этот вот скатывается красочка на край ладно пока собственно достаточно так так точно также вот здесь вот листочек такой достаточно интенсивный и темный смотрите может быть может быть я даже не буду его больше касаться акварелью вот потому что нам еще нужно здесь учитывать плотность графики то есть которую мы будем накладывать здесь уже хочется кисточку более маленькую это уже великовато вот я перехожу на узенький узенький колонок даже вот эту вот белочку . так если смотрите скорее всего все дальнейшие детали я за счет того что я работаю на очень маленьком формате ки а пятом это специальный такой альбомчик у меня для зарисовок вот тут бумажка для акварели и яйцо называется яичная скорлупа то есть она такая с очень приятной прям чудесной фактурой вот соответственно здесь если вы берете формат побольше то и кисточка у вас должна побольше вот здесь вот маленькой кисточкой мне сразу хочется пока первая лисировка не сильно высохла я тут хочу поставить несколько все таки более темных активных пятен потому что нам нам вот эти темные активные пятна они ребятки дальше позволят как бы они у нас будут то что я говорю доминанты темного то есть вот это вот насыщенная зелень нам потом позволит не перетемнить розовый то есть чтобы у нас не исчезло утро холодного ощущение холодноватого северного утра вот смотрите мазки пишу я достаточно условно то есть они такие они как бы просто немножко подчеркивают объем то что идет за стеклом как бы уже во стекле надо написать соответственно немножко светлее вот таким образом мы подчеркиваем как бы фактуру воды в стакане дальше у рубили тут идут такие достаточно тонкие переходы вот серого в стекле я сейчас насколько мне позволяет освещение я как бы немножко попробую передать вот то есть какими-то совсем такими простыми мазками но в рубиль очень здорово передал вот эту фактуру стекла еще кстати мне кажется и поэтому вот эта работа она как образец рисования стекла вот она присутствовала в книжке школы изобразительного искусства второй класс чтобы дети стекло учились писать так ну не знаю насколько видно с камеры вот так мы примерно стаканчик мы нарисовали сейчас знаете колонковой кисточкой я хочу вот здесь вот у стаканчика есть вот такой бортик сейчас я попробую колонковой кисточкой она более жесткая то есть немножко выбрать вот этот бортик так вот его высветлить или в принципе можно белым пастельным карандашом в конце просто его немножко подчеркнуть этот бортик вот потому что он он очень важен то есть он создает толщину стекла ощущение толщины стекла вот обязательно про эти бортики не забывайте они есть и у керамики вот то есть когда вы их рисуете ваша композиция она сразу обретает такое подлинное правдоподобие так ну вот как то так стаканчик готов сейчас мы вытираем от зеленого палитру меняем воду я поменяла палитру с водой вот чтобы у нас зеленоватые такие грязноватые оттенки не перешли на цветок и соответственно мы начинаем сейчас писать само соцветие так значит само соцветие я все-таки наверное продолжу писать белочкой двойкой а потом под занавес вот может быть кое-какие детали подчеркну колонком значит смотрите вот ощущение от этой розы идет серебристо-пепельная значит соответственно я наверное даже не буду бояться конкретно в этой композиции я вот смешала если не знаю вам видно на палитре черное и фуксию вот и возьму скорее всего немножко фиолетового значит вот посмотрите видите они такие водянистые итак наша подложка готова у нас опять случилась техническая неполадка отключилась запись когда я писала само соцветие поэтому сейчас я его повторю на отдельном листе бумажки и потом мы вернемся к нашему основному рисунку итак смотрите соцветие я писала следующим образом я взяла немножко фуксии черного чистого черного и взяла немножко фиолетового и соответственно я сейчас на этом цветочке покажу то есть я начала прописку прокладку самых темных мест композиции я уже сейчас больше буду ориентироваться на вот этот оригинал вот чтобы просто вспомнить значит соответственно кистью мы начинаем работать белка 4 вот таким образом мы накладываем самые первичные тени в данном соцветии значит в оригинале совершенно очевидно что внизу оттенки и переходы стремились к более серому оттенку вот а наверху цветка надо было больше использовать розовой фуксии то есть почти таким прозрачным розоватым то есть мы вот таким образом постепенно постепенно начинаем накладывать легкие легкие лессировочки тона нужно понимать конечно что во многом но написание этой розы оно такое условное то есть невозможно следовать сто процентов за оригиналом но и собственно у нас не стоит такой задачи такого прям один в один копирование и сейчас я уже наверное на данной композиции эта кисть немножко великовато я уже перейду на кисть более маленькую колонок двумочка потому что здесь так как у меня я взяла формат реплики небольшой соответственно здесь как бы уже у нас все это пропорционально уменьшается естественно у меня не получится копии один в один как вот с готовым рисунком и уж тем более копии один в один как с оригиналом врубили ничем страшно значит вот мы как бы выставляем сейчас вот здесь вот основные акценты теней а миша кобальд фиолитовый и фуксия а миша 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 Сохранить вот это ощущение холодного утра, я бы даже сказала, северного утра. Кое-какие выходы, места, то есть я прописываю, прям почти чистый фуксин, без смешения. Значит, вот примерно таким образом, как бы где-то мы наносим мазочки поярче, у нас, соответственно, где-то в тенях мы делаем выходы теней порезче, и за счет вот этих переходов, вот у нас постепенно, постепенно, значит, наша композиция, как бы обогащается деталями. В оригинале таких серебристых оттенков, если вы его внимательно скачаете, рассмотрите, шло ближе, как бы к низу розы, а вверху оттенки тяготели больше таким фиолетовым. Я решила поменять водичку, потому что мне не нравится тона красок, что-то как-то они пачкаются слишком сильно. Так, значит, соответственно, немножко-немножко только тенях красных я сейчас веду очень сильно разбавленных водой, веду вот здесь вот сверху, потому что оригинале там красный становился более таким теплым, относительно вот здесь вот наверху цветочка. Вот, и смотрите, в целом нужно просто добиваться такого вот, не обязательно прямо слепо следовать оригиналу, да это, в принципе, как бы и не нужно, да? Вот, добивайтесь именно в вашем соцветии, то есть вот ощущение освещенности, ощущение объема, объема, то, что снизу розочка такая более насыщенная, да, у нас более более динамичная, как-то у нее так очерчены краешки немножко поточнее, да? Кисточкой, обратите внимание, я работаю совсем маленький, потому что маленький формат, вот, и я, как мне очень понравилось, как мне очень понравилась фраза нашей Евгении Владимировны, вот, и я ее тоже подхватила, да, вот, она как-то говорит, что акварельная живопись во многом это живопись теней, и это действительно так, то есть вы должны понимать, что основные цвета, вот эти колористические отношения, лессировочки, да, такие вот эти вот легкие, полупрозрачные, они происходят именно в тенях, именно в тенях, вот, ну, я, как бы, вот, постаралась, насколько это видно и понятно, значит, по возможности, то есть повторить работу, вот, естественно, но я считаю, что, ну, так, первый цветочек за счет фона выше такой, более, как бы, узнаваемый и более близкий к оригиналу, так как это повтор, да, ну, основные какие-то приемы и тенденции вы, в принципе, увидели, вот, то есть вот мы вот таким образом, как бы, цветочек пишем, а обратите внимание, как начинает светиться роза относительно этой, потому что она окремлена серым фоном, ну, примерно вот так, значит, теперь мы этот образец убираем и продолжаем работу с этим рисунком, вот, и переходим к пастельным карандашам, значит, смотрите, у меня пастельные карандаши бледно-желтый, бледно-розовый, розовый по насыщенней и серый, и серый. И для того, чтобы чуть более емко понять графику, я перехожу на вот этот вот усиленный эскиз, это идет наложение, скорее всего, в фотошопе. А, значит, смотрите, 4 пастельных карандаша я постаралась заточить максимально остро, потому что, опять же, повторюсь, маленький формат, и поэтому здесь графика, она, как бы, не должна быть какой-то слишком, ну, что ли, навязчива. Вот я ее просто кое-где, значит, опираясь на оригинал, который у нас усиленный по цвету, просто немножечко подчеркиваю отдельные нюансы, отдельные детали композиции. Вот таким образом эта смешанная техника работает. Вот я делаю подчеркивание какие-то совсем-таки не сильные, вот, чтобы они не выбивались из общей структуры колористики. Вот, чтобы наша роза не получилась слишком уж такой тяжелой. Вот. Значит, обратите внимание, то есть темными цветами я подчеркиваю только самые-самые глубокие тени. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, рисуйте эту графику чисто по своему ощущению и разумению Вот Потому что графику важно тоже сильно не передавливать Так, ну, мне кажется, что я думаю, что, в принципе, практически достаточно Вот, потому что иначе у нас цветочек выйдет слишком тяжелый Вот, возможно, я немножечко-немножечко вот еще вот здесь вот Просто чуть-чуть вот так вот А серым подтонирую сам фон Но это даже делать, в принципе, не обязательно Как хотите Вот Опять же, обратите внимание, что мы работаем как бы на контрастах То есть, чтобы подчеркнуть вот эту утреннюю белую свежесть Я немножечко просто затемняю фон Причем не здесь, а вот здесь вот Потому что мне кажется, что здесь немножечко его не хватает Вот, как-то так Вот, как-то так Так, ну все Потому что Можно как бы Копаться Рисовать, улучшать до Бесконечности Но Любой художник Тоже должен чувствовать Когда ему остановиться лучше А вот На этом Наш Коротенький Мастер-класс Дачных Зарисовок Завершаем Всем спасибо Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»